Здоровье молодой семьи Герпес инфекция вирусная, как вы знаете. И она всегда располагается в нервных клетках нашего организма. Пояснить просто некоторые позиции, которые пойдут через наш семинар красной вене. Это прежде всего. Герпес попадает в организм ребенка как с тусовым матерью. Это уже известный факт. И остается там персистировать, то есть остается в жизнеспособном состоянии. Если иммунитет хороший, то он просто хранится в лимфатической и нервной системе нашего организма, контролируемой иммунитетом. А если вопрос о посредственной иммунитете становится никуда не годным, то Герпес, как всякий, так сказать, вирус, имеет все возможности рецидивировать. Герпес, помимо того, что он постоянно с нами, он еще и относится к группе медленных вирусов. Вот с этим термином вы встретитесь впервые на наших семинарах. Ну, те, кто знает программы, относящиеся к универсалу, и Дуберти знает, что у нас есть специальная программа, посвященная группе медленных вирусов. И сегодня она, помимо вируса Герпеса, будет тоже включена в нашу программу. Поэтому, что такое медленный вирус? Медленный вирус – это вирус, который постоянно проживает, персистируя в нашем организме, используя клетки нашего организма как камеру хранения. В любой момент при срыве иммунитета наступает размножение вируса и, соответственно, вспышка заболезания. Помимо вируса Герпеса, вы увидите, какие еще существуют вирусы медленной группы. И все они обладают одним и тем же свойством. Они, как мены замедленного действия, ждут своего участия. Ну, а пока поговорим непосредственно о вирусе Герпеса. Это же у нас слайд такой модный, он мало дает информации. И действительно, Герпес, в прошлом году я даже встречала книжку, которая называлась «Вирус, слегка запоздавшее название, чума 21 века». Но, тем не менее, на сегодняшний день действительно вирусы Герпеса являются очень актуальной проблемой. Проблемой сегодняшнего дня для всех молодых людей, для детей, для стариков. И это жилищный такой, так сказать, вопрос для человека. Это жилища Герпеса. Поэтому Герпес решил этот вопрос очень просто. Я населяю человеческий организм, объявляю себя хозяином человеческого организма. И поэтому, так сказать, вот так и будет. Верхи Герпетическая вирусная группа, она довольно многочисленна. Их известно, на самом деле, несколько сот разновидностей, но из них только 8 типов являются причиной возникновения человека. Как простых пузырьков на губах, так называемый герпес лобиалис или губной герпес, так и тяжелее же хронических процессов, которые просто являются поражением многих органов и систем. Генитальная герпес – это далеко не самая тяжелая форма герпетической инфекции, как вы увидите, которая встречается в нашем организме. Вот в правом нижнем углу довольно такая близкая к натуральному картинка взрыва герпетической инфекции, когда из клетки хранилища выходят многочисленные вирусы. Вы еще на слайдах увидите, как красив, необыкновенно красив герпес каждого своего вида, поэтому изображение будет очень красиво. Ну, герпетическая инфекция, естественно, относится к инфекциям людей. Не надо-ка считать, что это только страдают люди, скажем так, страдающие спидами. Ну, здесь это понятие довольно обширное. Он бывает первичным и благоприобретенным. Среди благоприобретенным бывает просто снижение иммунного силу организма в результате какой-то конкурирующей инфекции. Герпес ждет. Вы знаете, что простуду очень часто сопровождает вспышка герпетических пузырьков на губах. Вообще, пузырек – это основное отличие герпеса от других вирусных инфекций. Причем, в результате действия герпетической инфекции иммунный сет, естественно, уж углубляется, потому что вирус, естественно, старается захватить организм. Он медленно переползает от одного организма к другому отсюда и название герпес. Это слово греческого произведения, и оно взведено геродутом еще в 100-м году до нашей эры. И он впервые описал волберный процесс, как он писал, потому что некоторые пузырьки лопаются, и часть их образует язву. А вторая плавина сливается в пузыри, иногда весьма значительного размера. Поэтому геродут и назвал герпес ползучей инфекцией. Столько лет, веков, столетий мы знаем, что такое герпес, но, однако, никаких, так сказать, существенных успехов по борьбе с этой инфекцией до сих мурофициальная медицина не достигла. Вирусы, относящиеся к семейству герпес-вирусов, мы их так будем называть, или ВПГ, это без разницы вирус человека, проще говорить вирус герпеса. Он очень распространен в природе. Они могут присутствовать и вызывать заболевания различных видов диких и домашних животных. И те же вирусы динамичные и политропные. Вот что такое политропный? То есть он стеяден, он может одновременно пользоваться организмом и человека, и домашних животных. Мало того, если вирусу что-то не нравится в новом организме, он мутирует. То есть вирусы герпеса склонны к мутациям. Это не значит, что из первого соба образуется восьмой, но, тем не менее, очередная порция нового вируса, например, второй типа, может слегка образоваться от состояния иммунной защиты вашего организма. По сравнению с герпесом, которые, конечно, слегка смещены, так и смягчаются. Вирус герпеса, увы, чаще встречается у женщин. Но, как сказать, чаще у женщин или реже у мужчин. Но тут есть такой фокус. У женщин герпес встречается какой? Это может быть герпес, связанный с поражением кожи губ, кожи глаз, кожи любой части герпеса зостера. Но у женщин крайне редко встречается органитальный герпес, который предпочитает, по своим каким-то вирусным соображениям, именно мужской организм. Поэтому женщина болеет органитальным герпесом, заразившись от партнера. Но, тем не менее, самостоятельно мутировать в этот вид вируса может только в организме мужчины. Женщина болеет чаще, но форма у нее заболевания значительно реже. Теперь мы с вами пройдемся по рядам вирусов герпеса. Так, это шестой, чтобы мне не пропустить первый тип вируса. Вот, пожалуйста, первый тип вируса. Самый невинный, самый тихий и самый, что называется, никак себя не проявляющий. Так, мы сейчас еще разочек. Так, слышнее? Вот, еще разочек. Звук есть. Вот. Первый тип вируса, или, как он вы видите, называется лобиальная, то есть от слова губа, латинского названия. Вирус герпеса сравнительно не тяжелое, на первый взгляд, заболевание. Он практически чаще всего действительно поражает носогубный треугольник, губы, полость рта и полость носа. Чем неприятен вирус герпеса? Ежели он расположился на губах, это еще полбеды, хотя смотря какой распространенности звук вы видите. Бывает, что все у лисового пациента покрыто герпесом, а на слезистой оболочке легко совершенно так. Звука, говорят, не то есть звук. Понятно. Очень хорошо. Продолжаем, не отвлекаемся. И вот на слезистой оболочке, особенно у детей, звук вирус герпеса вызывает тяжелейшее явление стоматита. То есть пузырьковые изменения на слезистой оболочке носа, на слезистой оболочке рта быстро лопаются, поскольку в слоев, естественно, сопротивляющиеся герпесу меньше, и у детей и у взрослых развивается автозный стоматит. На самом деле это очень болезненно, все вокруг распухает, болит, человек не может ни пить, ни есть, а елические вот кандидозные, то есть грибковые секции. На самом деле это все тот же вирус герпеса. И если вы встречаете человека, у которого во рту есть изменения на слезистой оболочке, вирус или ребенка, вы используете программу не только касающуюся кандидов, они могут быть, безусловно, но на первом месте среди вызывающих повреждения слезистой оболочки носа и ротоглотки, это вирус герпеса. Не забывайте об этом. Тем более, что первая вот такая форма слезистого беспредела, которую устраивает вирус герпеса, впервые описана еще и гиппократом, чью клятву мы до сих пор произносим после окончания института. Что вам сказать? Все подвержены герпесу. И, естественно, говорить о том, что 20% людей не являются носителями вирусами герпеса, как это написано по статистике, это вряд ли. Если это практически 100% носительство, у остальных это возникновение достаточно тяжелых заболеваний, которые сопровождают непосредственно именно вспышку данного заболевания. Вернемся немножко к нашему второму типу, который, несомненно, является очень интересным, поскольку именно второй тип вируса герпеса является одним из самых тяжелых вирусов. Второй тип вируса простого герпеса, это герпес генитальный, он в половине случаев является результатом орального заражения. Тут такой фокус устраивает нам вирус герпеса заражение, происходит при поцелуе. А вот инфекция затем распространяется с помощью нервных стволов и крови. Вирус герпеса легко распространяется стоком крови в очах поражения. А поскольку тропность, то есть любовь, вы знаете, такое выражение медицинское, любовь поразит к определенным органам и тканям, то вирус второго герпеса – это вирус генитальный. Поэтому он может формировать самую невинную совершенно на первый взгляд картинку герпеса лобиолиса, так же, как первый тип. Первый тип генитальный герпес вызвать не может, но второй легко устраивается на губах, проходит слезистую оболочку в организм и, несомненно, вызывает поражение мочеполового тракта. О симптомах мы скажем обязательно чуть попозже. У первого типа вируса, как вы видите, существует склонность и, впрочем, у второго типа вируса, эта же склонность сохраняется, то есть склон к реликвидированию процесса. Если это вирус второго типа органитального герпеса, то с момента заражения уже через месяц течение заболевания становится реликвидирующим. То есть обычный характер хронического процесса. Обострение 2-3 раза в году, а иногда даже на первом этапе несколько раз в месяц. Состояние пациента, естественно, очень тяжелое. Американцы занимались этой проблемой непосредственно и получили такие результаты, что количество пациентов, зараженных именно вторым типом герпеса и имеющих клинику, то есть сам процесс генитального герпеса, по сравнению с прошлым годом, выросло аж на 24% и составляет порядка 60 миллионов человек. Аналогичная тенденция геометрического роста заболеваемости вот именно генитальным герпесом в нашей стране у мужчин особенно наблюдается каждый год. Это может встретиться вам в любой день. Поэтому сегодняшняя программа, она является программой, наводящей вас на мысли о том, что это серьезная проблема. Клинические проявления генитального герпеса, ну, они очень активны, и поэтому вызывают, естественно, настороженность самих пациентов. Вначале это небольшие такие клинические проявления, которые мало очень, собственно, обращают внимание на эту проблему. Кого-то интересует токсоплазма, кому-то хламидиоз, другие половые инфекции. Герпес считается вроде бы как бы, скажем так, человеком, человеческой инфекции такой редкой, и редко кто обращает внимание, что при любом эпизоде урагинитальной инфекции вам необходимо и нужно, я так думаю, обратить внимание на эту инфекцию и почаще использовать саму программу. Поэтому действительно герпес часто притворяется и выступает вместе с другими вирусами урагинитальной группы, хламидиозом, трихомониазом, и часто прикрывается чужими масками. Но, тем не менее, герпетическая инфекция, она остается очень тяжелой проблемой для наших соединников. Для эпидемиологов, которые оценивают вообще общую тенденцию опасности распространенности герпетической инфекции, то, естественно, женщины, я уже говорила, болеют чаще, чем мужчины, но, тем не менее, нужно помнить о том, что действительно вирус герпеса, это очень большая группа, вот 100 герпес-вирусов. Это не сегодня, их 8, которые представляют для человека серьезную опасность. Ежели начнется мутация в результате каких-либо экологических, скажем так, неприятностей или конкурентной инфекции, которые сейчас все больше и больше, то из 100 герпес-вирусов мутировать в человеческие опасные вирусы и группы. Даже в процессе лечения иногда вирусом герпеса мутирует, так как ему не нравится лечение, и он, естественно, старается избавиться от неприятного ощущения, давления на него. Так, сейчас мы вернемся к нашему ребенку, посмотрим, что у нас тут есть. Так, вот он. Соражение глаз или астальма герпес. Я уже не стала самую страшную картинку размещать на сайте, когда герпетическая инфекция поражает не только кожу вокруг глаз, на брови и ресницы, в том числе и поражается непосредственно отделы глаза. Это не редкость, это не легенда. Если герпетическая инфекция существует на глазном яблоке, это, конечно, третий тип лоса герпеса, хорошо вам известный, это герпес-выстр или опоясывающий лишай. Если он поселяется на отделах глаза, это гарантированная стопроцентная слепота. Вообще, третий тип герпеса, он довольно хорошо известен всем. Вот посмотрите, какой красивый на левой части нашего изображения. Они вообще все имеют широобразную форму, большое количество соответствующих выростов, которыми вирус готов, как антеннами усваивать, скажем так, усваивать состояние окружающей среды, наличие собратьев. И вот видите, на коже у человека в данном случае картина типичного герпеса зостера, который располагается, как правило, по ходу на жрёвых нервах, откуда он, собственно, появляется вначале внутрикожно, а потом в толще кожи. Дальше, радикулиты, которыми мы страдаем на даче, не всегда герпес зостер появляется на коже. Он может располагаться под словом кожи и скрыто провоцировать такие заболевания, как радикулит и шерст. Не забывайте об этом. Все радикулиты, это общее понятие, это всё один и тот же герпес. Если вы не знаете тип герпеса, возьмите общую герпетическую программу. Зостер вообще, ежели он предпочитает не кожу, это самый странный, ну не самый, но один из крайне неприятных для нас инфекций. Он там курирует по опасности даже с таким заболеванием, как корь. Часто сочетается с этими заболеваниями не с ветрянкой, которым он является практически родным братом, а именно трансформируется в особую форму, центр тяжести заболевания. Часто это центральная нервная система, периферические нервные стволы, то есть явный стопроцентный иммунитет после кори, который получает пациент. То вот если сравнить иммунитет, который появляется после перенесённого герпеса, то можно чётко совершенно сказать, после герпеса практически никакого иммунитета быть не может, потому что, как правило, наши с вами пациенты недолечиваются и никак не хотят оставить это счастье в прошлом. Поэтому герпесам не только надо переболеть, от герпеса надо уметь выздороветь. А поскольку вы уже понимаете, что все герпесы братья, то лучше использовать нашу программу сегодняшнюю вне зависимости, появился у вас герпес на ДД или любой другой локализации процесса. Герпес третьего типа, вот вы видите, он очень часто, как все они, чётко совершенно видно на картинке, какие красивые пузырьковые изменения, сливающиеся между собой, один завтра написал, напоминающие грусть винограда. Но на сладистой оболочке рта это уже не грусть винограда, это вияющая рана. И практически ни одной части человеческого тела есть даже формы герпеса зостры третьего типа, которые повреждают кожу и волосы. То есть человек от пятки до своей кошки является буквально, я бы сказала, пастбищем для третьего типа вируса. И этот вирус действительно изменчивый, поливалентный, всеядный, об этом надо помнить. И нет никакой гарантии, что в этом третьем типе герпеса заживают только скромные кожные изменения. Это вряд ли. Четвертый тип вируса я прошла, вот он у нас. Четвертый тип вируса это знаменитый вирус Эпштейн-Барр. Он довольно хорошо известен своим красивым названием. Но что мы должны о нем помнить? Он является, с одной стороны, возбудителем мононуклеоза. Само название, в общем-то, оно никак не связано со злокачественным процессом мононуклеоза инфекционного заболевания. Его еще тоже называют пациоинной болезнью. При этом заболевании резко повышается температура, развивается ангина, увеличивается лимфатический узел и очень долго человек выздоравливает. То есть один эпизод мононуклеоза, это первый и на два среди серии повторных атак, длится около трех-четырех недель. Докторы часто назначают антибиотики, но, к сожалению, вирус Эпштейн-Бах абсолютно нечувствителен к антибиотику, как всякий вирус. У европейцев он, в общем-то, протекает действительно не так ярко, как у наших бывших, скажем, сограждан из Среднеазиатской республики. Так вот, у людей, у которых имеется такая азиатская нитка и национальность, тем не менее, по месту проживания, этническая связь с соседними азиатскими, арабскими республиками, даже африканским континентом, то у них вирусная инфекция, естественно, протекает очень тяжело. Это связано с несостоятельностью соединительной ткани, важный барейзер для распространения герпеса по организму. Поэтому вот мой вам совет это первое воспоминание о таких страшных вещах, как закачественные процессы. Вирус Эпштейн-Барк не лечен в них. Может, еще европейцев не констатировал, но это еще не все достижения этого вируса, это формирование злокачественных процессов прежде всего в носоглотке, это карцинома, и вирус ведет себя как эндемик. У юношей и молодых взрослых он, помимо мононуклеоза, способен вызвать злокачественное поражение лимфатических узлов, это лимфому Беркета. Довольно известный процесс, который редко, когда люди связывают непосредственно с вирусом Герпеса. Пятый тип, это цитомигаловирус, тоже не представляет собой никакого, так сказать, дефицит информации о нем, в общем-то, никогда нет. Вот, посмотрите, какой красавец он бывает и в кровеносном росте, вот так, как вы его видите справа, и такой немножко механизированный вид у него на эмблеме слева, но тем не менее, вирус цитомигаловируса очень опасен. У взрослых он, конечно, чаще всего вызывает изменения такие же, как на коже вызывает изменения, скажем, на губах вирус первого типа или обширные поражения нервных стволов, так же, как герпес зостер. Я вам говорил, что они такие поливалентные вирусы. Поэтому, самое страшное другое, если женщина заражается цитомигаловирусной инфекцией, и этот вирус остается в организме, то когда протекает беременность, дети, рожденные в организме женщины, развивающиеся в организме женщины, зараженные или носительницей цитомигаловирусной инфекцией, не жизнеспособны. Самое частое, что наблюдается у этих детей, поскольку нейротропин вирус, это различные пороки центральной нервной системы, вплоть до остановки развития головного нерго и различные внешние уродства. Шестой тип у нас уже осталось сравнительно недолго до выяснения нескольких деталей, это целый, я бы сказала, комплект из вирусов. Шестой вирус, он не имеет собственно название, но зато у него известны два подтипа. Первый подтип шестого вируса маркирует инфекционистой буквой А и связывает сегодня с различными лимфопролиферативными тоже выговорит трудно, то есть злокачественными процессами непосредственно лимфоидной ткани. Этому вирусу приписывают формирование таких заболеваний, как лимфомы, лимфосаркомы, лимфогранулематоз, и то есть практически если этот вирус попадает в кровь и формируется даже повреждение костного мозга с формированием гемобластоза, то есть злокачественных заболеваний класса лейкоза исходных с ним. Ну первый волшебственный вирус в принципе довольно тихий, он не способен в отличие от своего старшего брата пока еще не способен его не застали ни за какими особо опасными подвигами, но тем не менее внезапно покрыться сыпь ему ковернистой, совершенно похожая на сыпь, которая характерна пузырьковым терапевтического процесса. Тем не менее очень часто этот вирус принимают за кративницу или аллергии, к которому он не имею меньшего отношения и тем не менее пытаются назначить противоаллергические препараты. Седьмой тип вируса он является вы видите на картинке о печальной женщине, уже все предположения отброшены, известно точно, да, этот вирус является причиной возникновения у человека синдрома хронической усталости и депрессии, социализируясь на поражение как вегетатине, так и центральной нервной системе. У нас предыдущий семинар был посвящен этому заболеванию, вот теперь я вам чутко говорю, да, седьмой тип вируса есть причина возникновения этих заболеваний. Возьмой тип, самый неприятный из всех, он появился в классификации сравнительно недавно, и его обвиняют в формировании злокачественной лимфомы Капоши, иных злокачественных процессов в лимфатическом аппарате. Поэтому я вам хочу подчеркнуть, что вот да, у нас с вами несколько вирусов Герпеса, четко, совершенно прослежено их в результате. вначале он латентно и тихо существует несколько лет, а в этом внезапно дает в организме человека вспышку с разнообразными и острыми хроническими рецептизирующими вначале инфекциями, кожных покровок, слизистых оболочек, нервной системы. И этот же вирус также способен как цитомегаловирус вызывать поражение плода, формировать у формирующегося ребенка развитие разнообразных именно уродов, затрагивающих центральную нервную систему. Ну и, конечно, злокачественные процессы в лимфатическом аппарате. Продолжаем дальше. С этой печальной ноти давайте поговорим немножко о том, как вирус Герпеса попадает в наш организм. Вирусы все попадают чаще всего в воздушно-капельный путь через поврежденную колу или слизистые оболочки. Дальше вирус Герпеса как и все вирусы, в том числе респираторные, внедряются в клетки слизистой оболочки рта, глотки или половую форму, если заражение идет оргенитальным путем, то есть разговор идет о генетельном Герпесе. Герпетическая фекция всегда, где бы она ни располагалась, вот вы видите на пальцах, и вот вы видите на коже, это возникновение папулы и визикулы, проще говоря, пузырьков на ярко гиперемированном испаренном фоне. Во второй фазе, когда уже Герпес достаточно разрушился на козных покровах, он по чувствительным нервным окончаниям и центростремительным нервным волокам и даже по элементам нервного снабжения позвоночника проникает паравестабральная англия. И в ядрах этих нейронов происходит размножение и репликация вируса. Там он накапливается и дальше уже по афферентным нервным волокам вирус возвращается на козу и, скажем так, на органы гениталии появляются новые повторные высыпания. Вот такое состояние замкнутого круга. Дальнейший путь вируса через 2-4 недели после заражения при нормальном иммунном ответе происходит разрешение процесса. То есть вирус обращает, частично погибает и опять отправляется в свое место консервации и персистемления в паравертабральные ганглии, то есть идущие непосредственно околопозвоночника, то есть двигательные нервы. Отсюда у нас, если мы вдруг перенапрядаем двигательную мускулатуру, всякие радикулиты и шеи, совоспаления нашего бедренного нерва. И, наконец, в четвертой фазе происходит активация размножения вируса в околопозвоночных ганглиях и там уже все зависит от того, по каким нервным волокнам в данный рецидив герпес вернется на кожу или дать диссеминации в другие внутренние органы. Кстати, это небольшая релкость, просто мы о нем молнием, но тем не менее даже такие органы, как печень и почки могут подвергнуться атаке данного конкретного вируса. герпеса. скажут по поводу течения генетариального герпеса? Здесь, естественно, вирус персистирует в мочеполовом тракте у мужчин или у женщин, может добирать даже до шейки матки, влагалища его ретру. Существует досимптомное течение заболевания, которое может просто человек явиться сам, болея генетальным герпесом, не знать об этом тяжелом состоянии. Но чаще всего генетальный герпес себя особенно не скрывает. Первый клинический эпизод это, конечно, лицо истинного генетального герпеса. На половых органах развивается отек, гиперемия, вевикулярное высыпание, как проявило обильный, потом все это лопается, сливается. Боли такие, как говорят пациенты, что в общем трудно даже ведь потому что круглосуточно присутствует явление боли, мокнути, зуб и прочие неприятные вещи. Поэтому заболевание сейчас достаточно актуально. И только после нескольких месяцев как правило даже интенсивная биорезонансная терапия достигается успех. люди считают, что мы с вами назначаем биорезонансную программу и через неделю все пройдет. Ничего подобного. На хорошее обострение гирпеса уходят, как правило, месяца 4 программы, о которой мы сегодня будем говорить. А далее мы должны соблюдать противорецидивные курсы. Есть у нас пациенты, которые с помощью универсала и дельты сумели практически полностью подавить активность этого вируса. То есть выгнать его из организма мы не можем. Носительство остается, но это выражается тем, что в крови появляется антисетилак данного типа вируса. И длительные многолетние противорецидивные курсы уже не требуются в этом состоянии, если вирус гирпеса этого типа не появляется несколько лет, даже может быть одного года. Самый неприятный вариант, когда вирус гирпеса любого типа начинает распространяться стоком крови. Тут годятся в качестве питательного вещества соединительные ткани, которые присутствуют в любом органе. Известны гирпетические эзофагиты, то есть поражение пищевода, пневмонии гирпетические, поражение печени, гепатиты и, конечно, различные варианты поражения эфирической нервной системы. Ганглионид это никому не понятно, а вот что это такое, скажем так, радикулит знают все. Поражение нервов, крупных рук, возникновение боли, спазма, на коже может даже ничего не появляться, но тем не менее боли многонедельные, поэтому помните о том, что в лечении любого эшио сэзорадикулита несомненно нужно включать и программу противогерпетическую. Ну и самое тяжелое это в том случае, когда вирус герпеса, он легко проходит гепатоэнцефалический барьер, заселяет центральную нервную систему, возможно, возникновение энцефалита и даже менгоэнцефалита, когда, в общем, вопрос у жизни пациента весьма и весьма тяжело рассматриваются в реанимации. Ну и такие вот простые комментарии по части опоясывающего лишая или герпеса зостера. Основные передачи вируса это, конечно, как я уже говорил, воздушно-капельные и контактные. Действительно, я вам советую, если вы, у вас в доме живет человек с опоясывающим герпесом, когда на коже появляются огромные такие формы ремня высыпания, действительно, мыть руки почаще после того, как вы обработали, скажем так, каким-то образом кожу, иначе, в противном случае, вирус герпес-зостер, в отличие от всех других, легко по контакту приползет на вас. Опоясывающий лишей, он характеризуется, вы видели на картинке, высыпаниями по ходу чувствительных, двигательных нервов, довольно крупные образуют такие вентра иногда до 5 см, бляхи красные, представляющие собой слияние нескольких болезненных визикул, и верный признак, отличающий именно данная разновидность кожных проявлений вируса, это наличие четкой вертой ауэхи, так как он так поднимается даже немножко над кожей, демеркационные линии, границы, разделяющие зостерную зону от пока еще свободной. Наиболее часто поражения локализуются на грудной клетке, но они могут располагаться по ходу любого двигательного нерва, и как правило, но, что отличает герпес-зостер от других заболеваний, это односторонний характер поражения. Довольно легко лечиться, ежели это действительно опоясивающая нерва, легко как. Для пациента 4 недели лечиться резонансом, это, в общем, иногда месяц, это довольно тяжелый процесс, потому что это вообще очень зудящая инфекция, когда люди не выдерживают, оспаривают капитком зону поражения, начинают чесать. Противоаллергические препараты, конечно, здесь и противозудные, никак не могут помочь. Вирус Эпштейн-Барх, как я уже говорила, один из таких, вы видите, голубенький, такой симпатичный, он действительно такой симпатичный, но поверьте моему личному опыту, ничего симпатичного в носительстве такого вируса нет. У детей этот вирус, как правило, протекает стерто, а вот после 6 лет, помимо нуклеоза, с удовольствием вызывают различные персистирующие хронические заболевания, с включением даже поражения центральной нервной системы, и вот так вот кратко от больших боков сокращения это связано с способностью поражать боли и нарушать их дальнейшую дифференцировку. То есть вот этот вирус, он, если сам называют злокачественный процесс, подготовляет площадку для следующего участника программы, который уже может и не относиться к вирусу Эпштейн-Барх. Это не была вирусная инфекция, но тут что вам сказать, я большую часть информации вам уже выдала на эту тему. Единственное, что дети рождаются от инфицированных матерей с родственными, об этом мы уже говорили, в основном нарушается психика у пациентов, слух, затем у молодежи, которые случайно заразились этим вирусом, чаще всего это симптомы лихорадка, недомогания, отсутствие аппетита, боли в мышцах. Самым неприятным хочу вас предупредить поражением, которое стоит нанести цитомигаловирус взрослому молодому человеку, это поражение лимфатического аппарата, почечных канальцев, клеток почек и ретинид, то есть поражение сетчатки глаза. Цитомигаловирусом встречается не так ретика, примерно у одного третьего пациента носителя этого вируса. И как правило, если не применять биорезонансную адресную терапию, возникает слепота. Синдром хронической усталости мы уже с вами вспоминали, но те, кто не был на семинаре, я хочу еще раз вспомянуть возводителя данного конкретного заболевания. Это вирус герпеса с шестого типа. Когда он начинает активно действовать в организме, у хозяина возникает приступ внезапной слабости, повышается плаксивость, высокая утомляемость, повышается температура в пределах таких небольших субфибрильных, там 37,3-37,4, возникает горфин тревожности, депрессии, нарушение сна. Особенно характерно для синдрома хронической усталости герпетической теологии это нарушение фазы засыпания. Наутро такое состояние, как правило, говорят пациенты, что как будто и не спал вовсе. И, конечно, в течение шести месяцев сохраняется очень характерное для вируса 56-го типа это непосредственно увеличение периферических лимфатических вызов. Дальше мы с вами продолжаем буквально несколько слов скажем о том, как протекает непосредственно заболевание собратьев вируса герпеса, который называется медленными вирусами. Как правило, это ассоциация вирусов, не одиноким, конечно, бросают вирусы герпеса в нашем организме. Как правило, нервная система, особенно центральная нервная система, и склонность к старению, и склонность к онкозаболеваниям, это, конечно, не хочу сказать ничего плохого, но, тем не менее, герпесическая инфекция очень часто ассоциируется с вирусом попиломатоза, аденовирусом, который часто персистирует в человеческом организме, возбудители, вероятно, вирус попиломатоза и вирусы бородавок и полипов вам хорошо знакомы по программам наших аппаратов, имейте в виду, вирус герпеса почти всегда с ними ассоциируется, и особенно в молодом возрасте. И если, не дай бог, молодую семью посещает вот эта вот банды групп вирусов, то, в общем, то, что не удается достичь одному вирусу, то группу вирусов инвалидизировать молодого человека. Это представляется довольно легко и без всяких проблем. Поэтому мой вам совет всегда помнить об этом тяжелом заболевании. Ну, проблема герпетической инфекции и возможности родить ребенка. Да, действительно, очень современная молодежь страдает от различных проблем с невозможностью зачать, выносить ребенка. Здесь как раз очень часто, чаще, чем хотелось бы, срабатывает вирус герпеса. И заражение, как правило, в первом-втором триместре приводит к выкидышу, а в третьем, не дай бог, произойдет рецидив или заражение герпетическим вирусом любого типа, даже цитомегаловирусом, ну, мы уже говорили о цитомегаловирусе, может родиться ребенок с поражением мозга. Кстати, женщины, перенесшие в период беременности цитомегаловирусную инфекцию или любую другую терпетическую инфекцию, более тяжелую, чем, скажем, высыпание на губах, как правило, сохраняют в своей крови высокий уровень антител. и, в общем, редко, когда удается полностью рекоментировать проблему бесплодия у женщин, перенесших вирус герпеса. Так, посмотрим, что у нас тут дальше идет. Так, это мы с вами сказали, это вам показали. Ну, и теперь, как всегда, две программы. Вы уже поняли, что податься несчастному пациенту без герпесической инфекции совершенно некуда. Никакие противовирусные препараты современные, к сожалению, на вирус герпеса не действуют. Это не грибок. Поэтому для владельцев дейты мы предлагаем четырехнедельную программу. Здесь включены программы все вообще какие существуют противогерпетические, но плюс еще и программы очищающие, иммуностимулирующие, противовоспалительные, программы, укрепляющие нервную систем для того, чтобы не в том смысле, чтобы вы не волновались, а в том смысле, чтобы там не таился герпеса. И наша рекомендация такова. Вы делаете месячную программу, вы это абстрактное понятие, затем производится месячный перерыв и вновь повторение курса. Сколько таких курсов понадобится, зависит от локализации процесса. При генитальном герпесе четыре, иногда пять даже курсов таких вот программ. Этой песне, к сожалению, нам не удалось выкинуть ни одной ноты. И, наконец, программа для универсала. Здесь, как всегда, немножко хуже видно, потому что с экрана мне видно освещение, и поэтому часть программы уходит. Ну, вы, если перекачаете на свои компьютеры с помощью нашего непосредственно можно проводить. Давайте вы просто немножко чуть позже. Осталась уже одна минута буквально. Я сейчас прокомментирую непосредственно программу для универсала. Здесь вы видите уже самая 40-дневная даже программа. Получается четыре этапа по 10 дней. Все написано словами. Здесь программа детоксикации, укрепления лимфатического аппарата. Естественно, все группы генитальные герпес, герпес универсальная такая, герпетическая программа заведения токсинов, потому что токсины являются пищей для вируса герпеса. И не забудьте носительство нервной системы и, так сказать, 50-дневное высказление. Ага, 50-дневное сейчас это я уже простите виновата. Я так привыкла, что я составляю 41-двы программы. Здесь пришлось выделить пятый этап, потому что частотная программа, здесь есть две программы, касающиеся общей вирусной инфекции, так называемых медленных вирусов. Вирусы общей ТР1 и вирусы общей ТР2. Поскольку они по времени занимают, посчитайте что-то, посмотрите по программе, то действительно пришлось их выделить отдельно. Я их пыталась вначале перестроить в четвертый этап, но этот номер не прошел. Поэтому по безопасности, по целесообразности действительно пришлось сделать программу 50-дневный. И опять же рекомендация, действительно тут написано 50 дней и после месячного перерыва вы повторяете эту программу. Вот собственно что я сегодня вам хотела сказать про этих симпатий уже.